Небедных российских студентов предложили не заселять в общежитие. Его след предоставляет только малоимущим или находящимся в сложной жизненной ситуации обучающимся, заявил недавно министр науки и высшего образования России Валерий Фольков. По его словам, цены на проживание в студенческих общежитиях абсолютно несоразмерны с расходами на их содержание, которые полностью ложатся на вузы и предполагают существенные затраты. Но мест на всех студентов все равно не хватает. Мы провели опрос среди тверичан, что они думают по поводу этой инициативы. Я не согласна. У меня тоже сейчас внук поступил. Вкладку поступил, а сначала дают бюджетникам общежитие, а что останется уже платникам. Правда, тоже не знаем, будет общежитие или не будет, но надеемся, что будет. Потому что квартиру сейчас снять, а учить хотят все со всей области. Поэтому я думаю, это неправильно. Надо всем. И малоимущим, и немалоимущим. Нельзя так делать. Малоимущие – это малоимущие, а средний-то класс куда? Не все же могут платить за квартиру. Нет, неправильно. А как будут другие студенты с области приезжать? У меня дочь сама студентка, и она не поехала в общежитие, потому что живет недалеко, чтобы уступить место. Получается тогда, что студенты должны будут приезжать и снимать жилье. Но у них не такой доход. И считаю, что родителей тоже доход не обеспечит. Не сможет обеспечить полностью проживание здесь, питание. То есть все должны быть равны? Конечно. Хорошее образование становится, увы, все более недешевым делом. Несмотря на то, что многим вузам государство добавляет количество бюджетных мест, число желающих поступить в вуз тоже только растет. В итоге это ведет к увеличению числа тех студентов, кто вынужден выбирать платное обучение. Продолжение следует...